Мы проходим серию занятий на тему Богодухновенности Библии, которая, несомненно, является нашим основанием, поскольку Слово Божье – наш авторитет. Все, во что мы верим, написано на страницах Библии, все, что духовно, все, что относится к Богу и нашему пониманию Бога и Его воли, написано на страницах Библии. Очень важно нам понимать и верить всем сердцем в истинность Слова Божьего. Мы уже рассматривали некоторые признаки Божественного Откровения, подтверждающие, что Библия написана Богом. Один из таких признаков – пророчество. Пророчество. И под этим я подразумеваю способность предвидеть, способность писать историю до того, как она случится, способность определять, что произойдет с поразительной точностью и деталями. Печатью Божественного Всеведения на страницах Библии являются предсказывающие пророчества. Заранее написана история. Для каждого внимательного и прилежного исследователя Библии очевидно, что библейские пророки слышали от Бога, что должно произойти, и это происходило. Им было открыто то, что было невозможно узнать ни одному человеку. Можно сделать лишь один вывод. Бог открыл им это. Только Бог знает конец от начала и будущей до того, как оно произойдет. Таким образом, Библия – это Божьих рук дело. Вся заранее написана история. Все свершившиеся пророчества подтверждают авторство Бога. В Библии много пророчеств, которые уже сбылись. Многие из них сбылись во времена Писания, потому и сами пророчества, и их осуществления описаны в Библии. Это своего рода внутренняя апологетика, внутренняя защита Писания. И Бог использует пророчества, чтобы убедить людей в божественности Писания. Это истина Его рук дела, потому что ничем другим нельзя объяснить точность предсказаний, кроме как авторством Бога. И я думаю, мы пропускаем много основных пророчеств, которые заслуживают внимательного изучения. Например, в книге Бытие, 12 и 15 главах, есть обетование, данное Богом Аврааму, позднее названному Авраамом, и одна часть этого пророчества говорит, что у него будет наследник. В 15 главе книги Бытие Господь напоминает Аврааму, что он способен исполнить обетование, дать семя Аврааму. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Я исполню все, что обещал тебе». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И 3 стих, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Его слуга был единственным его наследником. Слово Господа было к нему в 4 стихе, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». Это обетование Бога Аврааму, что у него будет ребенок, сын. А теперь вспомните, что Саре уже 90 лет, а Аврааму 100 лет. А Бог пообещал им в их бесплодии и старости сына. Обетование Божье повторяется опять в 18 главе 11 стихе. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная у женщины у Сара прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Это бесспорно пророчество, что через год у Сары будет сын. В 21 главе написано, «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. Это не было просто обетование сына, но обетование, что сын родится ровно через год после того, как Господь об этом сказал. Сара смеялась в своем сомнении, и словно чтобы упрекнуть ее неверие, Авраам дал сыну имя «Смех», ведь так и переводится слово «Исаак». Это исполнение дает полную уверенность Аврааму, что Бог контролирует будущее, и его слово «Истина». Бог подтверждает Аврааму, что он говорит «Истину», и если он предсказывает что-то, то так оно и произойдет. Авраам теперь знает, что это так. Откройте третью главу книги «Исход». Еще одно великое имя в Ветхом Завете – Моисей. Но у Моисея было очень неблагоприятное начало. Моисей был немощным. У него не было достаточно мужества и даже веры в Бога. Моисей сказал Богу в третьей главе «Исход» 11 стихе, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Кто я? Я не способен на это». В четвертой главе он опять проявляет недостаток уверенности. В первом стихе он говорит «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь». В десятом стихе Моисей вновь говорит Господу, даже после того, как Господь совершил чудо в его присутствии в предыдущих стихах, «И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Вот немощный и колеблющийся Моисей. Он был призван на совершение великого дела посредством силы Божьей вывести народ израильский из Египта. У него нет уверенности в себе. Но Бог говорит ему, что то место, на котором он тогда стоял, будет местом поклонения израильтян Богу. Все это происходило, вернитесь к 3 главе, 12 стих, в месте, называемом Хариф. И в 12 стихе Бог говорит, «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе, на той же горе, где Бог явился Моисею в горящем кусте, на горе, называемой Хариф, в 1 стихе 3 главы, куда он привел стадо Иофора. Эта гора и есть гора Синай. И к этой горе они возвратились и встретились там с Богом. И Бог явил свою силу на этой горе, даровал свои заповеди, и Моисей поднялся на эту гору, получил закон, и затем спустился вниз. Вы знаете всю эту историю, она описана в Библии с 19 по 40 главы книги Исход. Что Бог делал? Бог утверждал в сознании Моисея, что если Он что-то изрекает, то Он это исполняет. И когда Он что-то обещает, оно совершается. И когда Он предсказывает что-то, оно сбывается. Ты вернешься на эту же гору, и вы вместе со всеми людьми из Египта поклонитесь Мне в этом самом месте. Именно так и произошло. В конце концов, Он пошел в Египет. Вы знаете всю эту историю. И Он вывел оттуда народ. Вся эта история описана в первых главах книги. Исход. Еще несколько интересных пророчеств. В 4 главе книги Исход. В 14 стихе Бог разгневался на Моисея. Сильно разгневался. В 14 стихе написано «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, но это случилось с Моисеем. Он сказал, «Значит, ты не веришь Моему Слову, ты не доверяешь Моему Слову. Ну тогда, как насчет твоего брата Аарона, левитянина? Разве у тебя нет брата по имени Аарон, который является левитом? Я знаю, что он может говорить. И вот, он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Это проявление всеведения. «У тебя есть брат, и мне об этом известно. У тебя есть брат, которого зовут Аарон. У тебя есть брат по имени Аарон, который является левитом. Более того, я знаю, что он может выразительно говорить. Это всеведение. И кроме того, он прямо сейчас идет тебе навстречу. Но это еще не все. Когда он увидит тебя, он возрадуется этому. Как Бог может все это знать? Моисея не видел Аарона уже 40 лет. И эта встреча фактически произойдет на месте горящего куста. В 27 стихе «И Господь сказал Аарону, пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. Это была радостная встреча, как и сказал Бог. Бог знает будущее, потому что Бог пишет будущее, точно так же, как настоящее и прошлое. И потом были все эти казни. Бог сказал Моисею, «Когда ты придешь в Египет, ты провозгласишь суд. И ты скажешь египтянам отпустить мой народ». Откройте 3 главу 17 стих. «Я выведу вас от угнетения египетского». Вообще-то 16 стих. «Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им, «Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраам, Исаак, Аякова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Пойди скажи всем в Египте, всем вождям, что Богу все известно и что он озабочен происходящим». «И сказал, «Я выведу вас от угнетения египетского землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ерезеев, Евеев и Евусеев в землю, где течет молоко и мед». Это пророчество. Бог намерен все это осуществить. Они обратят внимание на твои слова, потому что Бог заставит их обратить внимание на свои слова. Бог не просто говорит нам, что произойдет, но Он делает все так, чтобы это произошло. «И пойдешь ты, старейший Израиль и к царю египетскому и скажете ему, имеется в виду фараону. Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти. Бог знает, какова будет реакция фараона, потому что Он знает будущее. Если не принудить его рукой крепко, то есть я знаю, что должны быть очень веские причины, чтобы фараон наконец-то вас отпустил. «И простру руку мою и поражу египтян всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян, вы выйдете после всех убедительных чудес, которые заставят фараона отпустить вас, вы выйдете с обильной добычей». Когда Моисей и Аарон наконец предстали перед фараоном, они сказали фараону отпустить народ. Но фараон не хотел этого делать. И, например, в 7 главе 17 стихе написано, «Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». Это пророчество. «Я ударю по воде, и она превратится в кровь». Это послание от Господа. «И рыба в реке умрет, и река вас смердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». Именно это и произошло. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и просри руку твою на воду египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, в деревянных и в каменных сосудах». То есть та вода, которая была ранее взята из этих источников и хранилась в домах, также превратится в кровь. «И сделали Моисея и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон джезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Пророчество исполнилось немедленно. Откройте 8 главу, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражу всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы». Это также пророчество. Бог говорит, что это должно произойти, и оно происходит. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простил руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Были и другие язвы. Все они – удивительная череда божественных проявлений, предсказанных Богом и осуществившихся. С кульминацией, когда воды моря раступились, и народ прошел по суше, и они прибыли, наконец, туда, куда им сказал Бог, в горе Хариф или горе Синай. И там совершили поклонение Богу. Все это – апологетика. Все это подтверждает достоверность Слова Божьего. Все это – во свидетельство Моисею, Аарону и всем остальным, что если Бог что-то говорит, то все это сбывается. Хороший итог этому подводится в 14 главе 30 стихе книги «Исход». «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне-египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа». И, послушайте, «И поверил Господу и Моисею рабу его». Это было апологетическое проявление во свидетельство Божьей достоверности. Все это также могло произойти, даже если бы Господь не сказал, что это произойдет, но Бог упустил бы отличную возможность подтвердить авторитет, достоверность, точность и исполнение Своего Слова. Бог изрек, и все сбылось в точности по слову Его. И это зафиксировано в Писании. И неудивительно, что люди поверили. Откройте, пожалуйста, Третью книгу царств, 17-ю главу. Есть много и других пророчеств, но я хочу выделить некоторые из них, которые мы часто упускаем из виду, но которые уже совершились. В 17-й главе Третьей книги царств мы видим служение пророка Илии. Первый стих Третьей книги царств, 17-я глава. И сказал Илия фесфитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Это пророчество о засухе. Это пророчество о засухе. Господь опять дает возможность убедиться в истинности его слова. В определенном смысле он подвергает риску свой авторитет, потому как мы можем проверить правдивость его слова. В Иакова 5,17 находим новозаветный комментарий к этому месту. Или был человек подобный нам и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Бог сказал, что будет засуха. и засуха действительно была. И эта засуха длилась свыше трех лет. В конце засухи, посмотрите на 18 главу. «По прошествии многих дней было слово Господня Кыли в третий год». Итак, видите, в третий год, пойди покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Таким образом, три года не было дождя. Илия пошел и показался Ахаву. Мы могли бы прочесть всю главу, но давайте перейдем к 41 стиху. «И сказал Ахаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Ахав пошел есть и пить, но Ирия, взошел на вершину горы кормил, пал на колени, положил лицо между коленами. Пал ниц, я бы сказал, на землю и положил лицо между коленами. Он сказал своему отруку, «Пойди посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай». До семи раз. Седьмой раз тот сказал, «Вот, небольшое облако, поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Вы можете себе представить, как в течение трех лет они искали увидеть облако. Он сказал, «Поди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». То есть до наступления распутицы. И между тем небо сделалось мрачно, от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илле рука Господня. Здесь мы вновь видим апологетику Слова Божьего. Бог делает точно то, что Он сказал, что Он сделает. Наиболее широкое применение осуществившихся пророчеств или роли, которые играют осуществившиеся пророчества, мы находим в книге Исаии. 43-й по 50-ю главы Исаии великий раздел пророчеств. Я хочу показать вам некоторые его части. Исаия 41-я глава. Исаия 41-я глава, как я говорил, вы можете просмотреть все главы 40-й по 53-ю, самое широкое применение сбывшихся пророчеств в Библии находим именно в этом разделе. Но в 41-й главе Исаии мы видим контраст между Господом и всеми другими божествами. 21-й стих 41-й главы Исаии, хорошее место, с которого можно начать рассмотрение этого великого раздела. «Представьте дело ваше, говорит Господь. Представьте дело ваше, вы, другие боги. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Если вы на самом деле боги, сверхъестественные, нетленные, тогда откройте нам будущее. Ведь это веский аргумент, удостоверяющий твое всевидение». И он говорит в 22-м стихе, «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. Скажите нам, что произошло в прошлом или что случится в будущем». И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Мы оценим это. Дайте нам четкое объяснение истории и напишите будущее для нас. конец. 22-го стиха. «Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». Вот это проверка. 24-й стих, «Но вы ничто, и дело ваше ничтожное». «Мерзость тот, кто избирает вас». Вы не можете поклоняться Богу, который не всеведущ, потому что это не Бог. Вы не можете служить Богу, который не в силах предсказать будущее. Несколько глав далее. Мы находим превосходный текст в 46-й главе. И уверяю вас, есть еще несколько мест между этими главами. Но одно из моих любимых – это 46-я глава, стихи 9-й и 10-й. Вспомните прежде бывшее от начала века. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». И вот почему. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Я скажу вам того, что еще не произошло. Я скажу вам о конце еще в самом начале. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я скажу вам то, что должно пройти, потому что я управляю происходящим. И это не просто всеведение это также всемогущество. Из древних времен Бог подтверждает свою достоверность, основанную на его способности предвидеть то, что должно случиться с точностью и потом сделать так, чтобы это произошло. В Писании записаны пророчества и их исполнение, как мы видели в приведенных ранней иллюстрациях. Давайте обратимся к пророкам, поскольку мы и так уже в этом разделе Писания, и рассмотрим несколько дополнительных откровений о всеведущем Боге, авторе Писания. Откройте Иезекиилия 12 главу. Иезекиилия 12 главу. И мы кратко рассмотрим несколько мест. Это замечательное, удивительное пророчество. 12 стих «И начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. и раскину на него сеть мою, и будет поймана в тени та мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую. Но он не увидит ее, и там умрет. Как можно пойти в Вавилон, быть там, и не увидеть его?» Кто этот начальствующий? Речь идет о царе Сидекии. Царь Сидекия всегда называется в книге Зекиля словом начальствующий. Об Иоакиме говорится как о царе Иудее, хотя он в плену. Он все же называется царем, хотя его взяли в Вавилонский плен вместе с Иезекилем и другими людьми. У Сидекии не было титула, поэтому его называют просто начальствующий. Так как же могло случиться, что этот начальствующий Сидекия был взят в Вавилон, жил там до смерти и никогда его не видел? Вернемся к 4 книге царств 25 главе и мы прочитаем историю, связанную с этим пророчеством. И вот в чем заключается история, связанная с этим пророчеством. Первый стих, 4 книга царств, 25 глава. в 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Новоходоносор, царь Вавилонский, со всем своим войском к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. О нем говорится как о царе в истории, хотя Иезекииль всегда называет его начальствующим, отдавая честь Иоакиму в плену. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе и не было хлеба у народа земли. Вот как им удалось победить. Они пришли и окружили город и отрезали поставки продовольствия, пока люди не начали умирать с голоду. И взят был город и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города и царь ушел дорогу к равнине и погналось войско халдейское за царем. Воины бросились бежать, пытаясь спастись и взялись с собой царя. И халдеи настигли его на равнинах Иерихонских, которым они спустились по восточному склону. И все войско его разбежалось от него. И взяли царя Сидекию и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. Как мог он пойти в Вавилон, быть там до смерти и никогда не увидеть его? Он был слеп, потому что они вырвали ему глаза после последней сцены увиденной им убийства его сыновей. Иеремия говорит об этом. Иеремия 52 глава 10 стих «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле». Об этом также говорилось в предыдущем отрывке в 4 книге царств. «А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами и отвел его царь Вавилонский Вавилон и посадил его в дом стража до дня смерти его». В точности так, как предсказывал Иезекий. До конца дней в его незрячей главе оставалась неизгладимая картина сцена убийства его сыновей. В пожизненном заключении он так никогда и не увидел Вавилон, куда он был взят в плен. Кстати, о Вавилоне. Откройте Исаии 13 главу. И здесь очень важное пророчество в книге Исаии 13 главе пророчество о Вавилоне. И я пытаюсь дать вам эту информацию в сжатом виде, чтобы рассмотреть ряд таких примеров. И в 19 стихе Исаии 13 главе мы читаем «И Вавилон краса царств, гордость халдеев будет не спровержен Богом, как Содом и Гамора». Вот это да. «Не заселится никогда и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые козы будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Близко время его, и не замедлят дни его. Вавилон был богаче и сильнее, чем его главный конкурент город Ниневия. А Ниневия был великим городом. Некоторые говорят, что Вавилон был величайшим городом Древнего мира, известный своей культурой, образованием, архитектурой, социальным развитием, торговлей. Этот город, Вавилон, был торговым центром Древнего мира. Он находился на реке, которая впадает в Индийский океан, а также неподалеку от Средиземного моря. То есть он был удобно расположен. и туда многие привозили свои изделия и товары. Также в нем находилось одно из семи чудес света, висячие сады Семирамиды. А пророчество гласит, что Вавилон будет полностью разрушен. И оно сбылось. Изумительно. До 19 века знание о Вавилоне базировалось только на текстах Ветхого Завета и нескольких греческих авторов, которых он упоминался, но никто не знал, где он находился. В последние годы было найдено предположительное местонахождение этого великого города, колоссальные строительные работы времен правления Новохудоносора. В седьмом и шестом веке до нашей эры это все строилось Наба-Паласаром, опять-таки великим царем и его сыном Новохудоносором. Таким образом потребовались внушительные усилия нескольких поколений, чтобы построить этот великий город. Некоторые исследователи древней истории говорят, что великий город был разделен на две части Ефратом и имел большие болотистые области на близлежащих территориях. Согласно некоторым источникам, его площадь составляла свыше 500 квадратных километров, со сторонами 22 километра и 80 километров по окружности. Историки, занимавшиеся раскопками, говорят, что у него был 10-метровый ров, двойные стены, наружная стена высотой 95 метров в некоторых местах и шириной 25 метров в некоторых местах. Предположительно, у него было 100 ворот из чистой бронзы, 250 сторожевых башен на 30 метров выше стены, то есть высотой более 120 метров. И все это полностью исчезло в пустыне. Историк Геродот сказал, что персы поняли, что не смогут разрушить стены. Но они увидели, что русло реки Ефрат, текущей под стенами, достаточно глубокое и широкое, чтобы по нему могли пройти войска. Кир приказал своим войскам выкопать большие рвы, каналы, и по этим каналам они перенаправили реку, высушили ее русло и вошли в город, пока вавилоняне пировали в опьянении и таким образом взяли город. И вы можете прочесть об этом в пятой главе Даниила. Падение города Вавилона случилось в 539 году до н.э., от которого он так никогда и не оправился. Ко времени Александра Великого от него осталась лишь пустыня. К 116 году н.э. император Троян описывает его лишь как курганы и холмы. Он находился где-то 75-80 километров на юг от Багдада. Сейчас там построены здания и это место называется церемониальным, но там никто не живет. Это не жилая местность. Историками было сделано много интересных записей о диких зверях, кабанах, гиенах, шакалах, волках, пумах, горных львах, осовах. Также историки писали, что бедуины не любили раскидывать там свои шатры, потому что ходило много плохих легенд об этом месте. Это было гиблое место. Во все времена его почва была ни на что не пригодна. И поэтому она оставалась и остается без жителей, хотя там и были построены церемониальные здания. Один математик взял части этого пророчества, провел над ними математический анализ и сказал, вероятность того, что это могло произойти случайно равна одному к пяти миллионам. Вернер Келлер пишет, в Вавилоне было 53 храма, 55 капищ Мардука, 300 капищ земным божеством, 180 алтарей богини Иштар, 180 для богов Наргол и Адад и многих других богов. И все это было истреблено, потому что так сказал Бог. В будущем, согласно книге Откровения, будет восстановление Вавилона во время Дня Господня и Прихода Христа. Нельзя сказать с уверенностью, имеется ли в виду Вавилон буквально, или же речь идет об образном Великом Вавилоне как бунте против истинного и живого Бога. Но сейчас и до конца человеческой истории это необитаемая местность. Еще одно пророчество находится в книге Михея первой главе. Михея первая глава. Как вы помните после царствования Соломона земля Израиля была разделена на два царства Южное царство Иудея и Северное царство Израиль. Иерусалим был столицей Южного царства а Самария была столицей Северного царства Израиля. Очень кратко в книге Михея первой главе в шестом стихе есть пророчество. Это слово Господне которое было к Михею во дни Иоафа Махаза и Изекии царей Иудейских. Это пророчество о Самарии и Иерусалиме двух столицах. И в шестом стихе сказано «Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле местом для разведения винограда незрину в долину камня ее и обнажу основание ее. Все стуканы ее будут разбиты и все любодейные дары ее сожжены будут огнем и всех идолов ее предам разрушение ибо из любодейных даров она устраивала их. Ходить след других богов вместо бога является духовным любодеянием. На любодейные дары они и будут обращены. В пророчестве говорится, что столица северного царства Самария падет и падение ее будет жестоким. Виноградники будут там посажены, камни будут сброшены в долину. В 722 году до нашей эры пророчество сбылось. Ассирийц Саргон взял Самарию. Она была построена Амврием, нечестивым царем. Вы можете прочесть об этом в первой книге царств в 16 главе. После него правил его сын Ахав, еще более нечестивый, чем Амврий. Ахав известен своей женой Изавелью, дочерью царя Сидонского, идолопоклонницей. Она убила пророков. Она склоняла народ к поклонению Ваалу, богу Сидонскому. Из-за всего этого Бог навел это разрушение. Город был стерт с лица земли, Саргоном, и позднее уцелевшие остатки были разрушены Александром Великим в 331 году до н.э. Оставшиеся кусочки окончательно были разрушены в 120 году до н.э. Иоанном и Иерканисом. На месте Самарии в наши дни можно увидеть лишь оливковые и фиговые деревья. Это сельскохозяйственная местность. Возможно, там еще есть виноградники. Как выразился один писатель, Самария большая груда камней, ее фундамент открыт, ее улицы вспаханы и покрыты полями и садами. Самария была разрушена, а ее обломки брошены в долину. Камни ее основания разбросаны на склонах холмов. нет больше Самарии. Откроем книгу Изекилия 25-ю главу и добавим список замечательных исполнившихся пророчеств еще одну. Речь идет о Моаве. Моав Моав и Омон одно и то же. Первый стих «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, и обрати лицо твое к сынам Омоновым, и из реки на них пророчество, и скажи сынам Омоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что ты осветилищ моем говоришь «Ага, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иузины, потому что они пошли в плен, за то вот я дам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое». Посмотрите на одиннадцатый стих «И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь». И далее в двенадцатом стихе «За то, что и дом жестоком стил дому Иудину», и так далее. Что это говорит о Моаве и о Моне? Они будут взяты силой с Востока, откуда должны прийти и захватить и построить чертоги, четвертый стих, поставят у тебя шатры свои. Они будут завоеваны, но заселены. Завоеваны, но заселены. Важно понимать, что речь идет о могущественных, хорошо защищенных царствах. Моав и Омон расположены внизу у Мертвого моря. Они серьезно укреплены и в определенной степени неприступны. Но пророчество сбылось. Горы на западе защищали их, но Восток был уязвим. Восс пишет, Эмир Абдулла с Востока, правитель Транссиордании, построил там свой дворец и стал командующим Арабского легиона и сражался против иудеев несколько лет назад. Город Амон был захвачен, Моав завоевали с Востока. Но сегодня Амон Иорданский является процветающим городом, большой, растущий, богатый город. Я был там несколько раз изумительный арабский город. Бог не сказал, что он будет необитаемым. еще одно вкратце об Едоме. Едом. Посмотрите Исаия 34 главу. Я думаю на этом я остановлюсь и мы посвятим этому еще один вечер, потому что у меня есть еще несколько полезных примеров. Но посмотрите на Исаия 34 главу. Здесь речь идет об известном месте под названием Едом, место, известное исследователям Библии. Пятый стих. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию». Далее начинаются подробности. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью. Опуститесь к 10 стиху. «Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род нею». 13 стих. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердынью, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой, там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому. Суть в том, что он будет необитаем, там не будет людей, только звери будут там». У Иеремии встречаем аналогичное пророчество, Иеремии 49 глава. Иеремии 49 глава, всего три стиха, в 49 главе 16 стиха. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего, обольстили тебя живущего в рассельных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда незрин у тебя, говорит Господь, и будет едом ужасом, всякий, проходящий мимо, изумится и посвищит, смотря на все язвы его, как не спровергнуты Содом и Гамора и соседние города, их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Это могущественное царство Идумии, произошедшее от Исава, будет стерто с лица земли и никогда более не будет заселено. И 16 стих заслуживает особого внимания, потому что это была надменная местность, люди там жили в рассельных скалы и занимали вершины холмов. Они вели гнезда так же высоко, как орлы. Некоторые знакомы с этим, так как посетили эту местность и испытали это. Великий город твердыни и дома это город Петра. Петра был построен в скале. Это изумительно. Одним из самых ярких впечатлений моей жизни было проехать верхом на лошади сквозь узкую расселенную высоко в горах, чтобы попасть внутрь города Петра и потом увидеть весь этот город вырезанный в скалах. Практически неприступны. Они были столь горды и надменны. Были лишь один путь, только одним путем можно было войти внутрь, через узкий проход, который по преданию мог охранять всего один человек. Но в пророчестве Авдия в 18-м стихе говорится «Никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И он был завоеван. У Едома очень кровавая история. Если вы сегодня поедете в Едом и Петру, там никто не живет. Там нет цивилизации. Едом пытался сражаться с Давидом, но Давид поразил 18 тысяч идумиян на южном краю Мертвого моря в долине Соли. Давид захватил Едом. В дальнейшем Амасия, царь Иудейский, также сражался и победил Едом. Позднее Ассирия захватила Едом. И даже халдейские орды опустошили и разорили Едом. Набатейские арабы, которые упоминаются в Новом Завете, взяли Едом и, наверное, являются сыновьями Востока, которые упоминаются в Иезекиле 25 главе. В шестом столетии они взяли великий город Петру. Как им это удалось? Как они могли захватить город, который мог охраниться всего одним человеком, поскольку был совсем узкий проход, ведущий внутрь? Когда вы едете внутрь на лошади или идете пешком, вы заметите канал, вырезанный у входа, и он простирается далеко-далеко. Он предназначен для поставки воды извне в город. Все, что надо было сделать, это отрезать доступ к воде. И город должен был сдаться. Иудеи под командованием Иоанна и Иерканиса, которую я уже упоминал, также завоевали это место. И было еще много других завоевателей. В результате всего вышесказанного истребление Идумиян было настолько полным. Я нахожу это удивительным. Они были настолько изничтожены, что скептики утверждают, что они лишь легенда и никогда не существовали. А Петра была открыта лишь в 18 веке. Теперь она чудо света. Петра, Едом, Моав, Омон, Вавилон, все они являются безмолвным подтверждением достоверности Слова Божьего. Александр Китт пишет, «Я бы хотел, чтобы скептик мог стать, как я, среди руин, скал, и там открыть священную книгу и прочесть слова вдохновенного писца». Мы все можем это. Истинность Божьего слова доказана. То, что Бог говорит, должно произойти, исполнится в точности, так, как Он изрек. И есть много других подтверждений. Пожалуй, я закончу следующим комментарием. Откройте Матфея 11 главу. Не могу сделать комментарий, не процитировав Писание. Матфея 11 глава. И на этом мы остановимся. 21 стих. Иисус говорит, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида». И в 23 стихе, «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься». Бог проклинает эти три города, потому что Хоразин, Вифсаида и Капернаум воочию видели Сына Божьего и Его чудеса, но отвергли Его. И что меня изумляет во всем этом, так это то, что эти три города до сего дня не заселены. До сего дня не заселены. Единственный город, чьи руины хотя бы сохранились, это Капернаум. Если вы посмотрите карту и попытаетесь найти Вифсаиду, она будет под знаком вопроса, потому что ее место до сих пор не установлено. Но она должна быть где-то возле Капернаума, потому что там служил Иисус в Галилее. Есть предположение, где могла располагаться Вифсаида, но только руины Капернаума уцелели. И что поразительно, никто там не живет. Ни одна душа. Это безумно красивое место. Оно расположено вверху Галилейского моря. Чудное расположение. Но там нет абсолютно ничего. Лишь маленький католический монастырь. Я был там один раз и слышал, что там жил один монах. Также были люди, которые показывали старую церковь с мозаикой насыщения 5000 человек и основание первой церкви в Капернауме, которая предположительно была построена на фундаменте Дома Петра. Ведь в этом городе жили многие из учеников Христа. Сказочное место. Захватывающее место. Но если вы хотите остановиться в отеле или покушать что-то, вам надо поехать в Тивериаду. Потому что там ничего нет. Все постройки были уничтожены в 400 году нашей эры. в результате мощного землетрясения. И никогда более не отстраивались. И так все и остается. На берегу стоит один лишь город Тиверия, который здесь уже более 2000 лет. как свидетельство того, что если Бог говорит, что город не будет отстроен, то он действительно не будет отстроен. Божье слово абсолютно точно. Абсолютно точно. Я думаю, на этом можно закончить наше обсуждение. Если Библия говорит, что Иисус придет, то он придет. Питер Стоунер очень интересный математик, написавший книгу о вероятности исполнения пророчеств. Вы можете найти ее во многих библиотеках. Питер Стоунер. Он взял 11 пророчеств, которые исполнились в истории, и он провел сложные математические расчеты, которые далеки от меня, и сказал, вероятность того, что все эти составные части произошли случайно, и, кстати, они нарастают экспоненционально очень быстро, все эти детали, и я вам привел лишь некоторые из них, но возьмите 11 пророчеств со всеми деталями, и вероятность того, что все это могло произойти случайно, составляет 5,76 умноженных на 10 в 59 степени. Для некоторых из вас это ни о чем не говорит, для кого-то может быть и говорит что-то, но давайте упростим. Сколько серебряных долларов или серебряных монет это составит? 5,76 умноженное на 10 в 59 степени, сколько серебряных долларов составит? Питер Тоннер говорит, что это составит 10 в 28 степени твердых серебряных солнц, а солнце в миллионы раз больше Земли. Другими словами, если есть 2 триллиона галактик и в каждой 100 миллиардов звезд, то из наших серебряных долларов мы могли бы сделать все звезды во всех галактиках 2 умноженное на 10 в 5 степени раз. Вот это математика вероятности. Такое не может просто так произойти. Это получилось потому, что так сказал Бог, и Он проконтролировал, чтобы это случилось, потому что на весы положено Его Слово и Его честность. Когда вы открываете свои Библии, вы читаете истинное Слово истинного и живого Бога. Но этого достаточно. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за силу Слова. Оно стоит против всех нападок критиков и врагов истины. Оно стоит нерушимо, неподвижно, непоколебимо, потому что это Твое истинное Слово. Наша уверенность в Нем дана нам Духом Божьим. Мы верим Ему, потому что Ты дал нам эту веру, но мы еще больше утверждаемся и укрепляемся в нашей уверенности, когда мы видим все эти потрясающие детали Твоего откровения. Оно истинно во всем и особенно относительно Евангелия спасения. нет спасения ни в ком другом, кроме Иисуса Христа, о Котором было столько пророчеств, сотни из которых исполнились во время Его Первого Пришествия, но еще больше произойдут, когда Он вернется. Укрепи нашу уверенность в Твоем Слове и помоги нам жить каждым Словом, исходящим от Тебя. Это наша пища. В ней мы видим Твой характер и защиту нашего доверия. В этом доверии мы продолжаем чтить Тебя и служить Тебе, провозглашая Твою истину во имя Христа. Аминь. Продолжение следует...